В течение 2023 года Минздрав России будет проводить региональные тематические недели по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни. Сегодня мы поговорим о женском здоровье, в частности о том, насколько важно вовремя проходить профилактические осмотры. Сегодня у нас в гостях Олеся Булганина, главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Алтайского края. Олеся Валентиновна, здравствуйте. Тема достаточно щепетильная, но тем не менее говорить об этом важно. Сегодня мы говорим о женском здоровье и в частности о здоровье юношества. Вот как вы думаете, как вы считаете, насколько важно сейчас детям, точнее подросткам говорить о данной теме? Здравствуйте. Еще раз, это абсолютно очень важная тема, но тут она касается не только самих подростков, тут важно говорить и с родителями. Потому что все-таки подростки имеют законных представителей, скажем так, родителей или опекунов, которые несут полную юридическую ответственность за их здоровье и будущее. И информацию, которую доносим мы, гинекологи, для родителей, в принципе, непосредственно для самих подростков, я считаю, что нужно доносить, ну, не знаю, ну, наверное, везде, где можно. В чем она заключается? Это заключается в том, что, конечно, мы говорим о профилактике, профилактике любого заболевания. То есть лечение любого заболевания лучше, чтобы его не было, да, и профилактировать. И у нас в стране давно каждый узкий специалист занимается профилактической работой в силу своей специальности, да, это обязательная функциональная нагрузка. И это проведение профилактических осмотров, ну, в определенные возраста. Вот для акушера-гинеколога определены возраста, когда мы должны осматривать девочку профилактически, это 3 года, 6 лет, 13 лет и с 15 ежегодно до 18 лет. Каждый возраст, каждый возраст несет на себе обязательную нагрузку в плане выявления предполагаемой в этом именно возрасте какой-то патологии. Например, возраст 3 и 6 лет, это возраст до 8, до 8 лет с позиции гинеколога, да, вот этот возрастной период от рождения до 8 лет характеризуется нейтральным периодом, то есть периодом гормонального покоя. То есть здесь, осматривая девочку, да, мы исключаем первое, что признаки преждевременного созревания. Конечно, родители обращаются в этом возрасте не только для исключения, да, преждевременного полового созревания. Чаще всего родители обращаются по поводу воспалительных заболеваний наружных половых органов, но любой гинеколог, даже если это не профосмотр, к нему обратились по каким-то жалобам, он обязательно в первую очередь, допустим, в этом возрасте исключает вот такую патологию. Тем самым мы профилактируем нарушение, да, нарушение полового созревания в маленьком возрасте, да, просто даже на приеме, не только когда это идет профилактический осмотр. В возрасте 13 лет основное направление в профилактике, да, что мы исключаем, это задержку полового развития. И если девочка уже, да, у девочки уже произошел, да, менструальный дебют, то есть уже, да, есть менструальный цикл, то, естественно, мы исключаем патологию менструальной функции. Ну а с 15 лет, естественно, мы исключаем и задержку полового развития, и нарушение менструальной функции, и профилактика абортов, да, если девочка у нас тоже также уже имеет сексуальный дебют. То есть там не только уже профилактика заболевания, но и консультирование. В 14 лет, в 13-14 лет, каких патологий девочек нужно избегать? На что нужно обратить внимание, в том числе и родителям, и самой девочке? Вы знаете, это как раз возраст начала пубертатного периода. То есть когда возраст полового созревания. То есть вот в 13 полных лет, когда девочке уже исполнилось 13 лет, должно быть наличие вторичных половых признаков. То есть отсутствие вторичных половых признаков в 13 лет у девочки должно насторожить любого родителя. В плане того, что здесь мы видим задержку полового развития. Причиной задержки полового развития могут быть и очень серьезные заболевания. Потому что часто бывает как? Мы же хотим, вот вся медицина направлена на то, что мы должны рано выявить или предупредить, а не уже получить патологию. Потому что чаще всего на приеме у гинекологов, которые работают с несовершеннолетними, ситуация какая? Когда в 15-16 лет приходят родители с девочками или девочка самостоятельно обращается по поводу отсутствия менструации, мы в это время выявляем, что у нее, допустим, отсутствует полностью половое развитие. Да, это, конечно, не очень приятная находка в таком возрасте, потому что за этим могут прятаться и хромосомные нарушения. А хромосомные нарушения могут приводить и к какой-то не очень хорошей онкологии. Единичные случаи такие есть. Но, тем не менее, многие ведь гинекологи, врачи, специалисты говорят, что в организме все уникально, все происходит у каждого, например, у кого-то в 14 лет, у кого-то в 15, то, о чем мы говорим, да? И все-таки 13 лет – это вот тогда, когда человек должен быть созревшим. Да, начало созревания несозревшим. Видите, у нас, конечно, всегда существуют как референтные значения. Вот мы говорим, половое созревание должно начинаться в возрасте от 8 до 13 лет. Начинаться, да? Но в 13 лет – это край. Если здесь не началось, это уже нарушение. Так же, как и менструальная функция. Мы говорим, что она у нас в России начинается в возрасте от 10 до 15 лет. И поэтому в 15 лет отсутствие менструации – это уже предварительный диагноз. Поэтому, конечно, в среднем половое развитие в России у нас в Алтайском крае начинается в 12 лет. То есть, как правило, в 10-12 лет, да? А, конечно, нарушение менструальной функции у нас начинается в среднем, вот как раз в 12-13 лет. На какие еще нарушения стоит обратить внимание родителю и самому подростку? Вы знаете, вот… Характерные боли, возможно. Да, то есть очень много… Часто говорят, зачем идти к гинекологу, да? Ну, то есть, во-первых, вот эти профосмотры… Хотелось бы остановиться, я просто проговорю, чтобы родители и сами подростки понимали, что мы вкладываем в осмотр, да, вот именно в осмотр подростка или девочки. Ну, раз мы про подростков говорим, остановимся на подростков. То есть, целью, допустим, профосмотра является исключение не только гинекологической патологии, но и патологии молочных желез. Да, у нас есть достаточное количество, и ежегодно оно находится, так называемая в народе мастопатия, да, подростковая, ну, правильно название, доброкачественной дисплазии молочных желез, которые проявляются, конечно, которые могут проявляться в виде кисточек, в виде там решения протоков и даже фиброденом узловых образований в подростковом возрасте. Почему, когда подросток, то есть в осмотр и в профилактический, и в любой осмотр акушера-гинеколога, который работает несовершеннолетними, вложена обязательно пальпация осмотра молочных желез, да, то есть пальпация осмотра наружных половых. А из-за чего? Ведь это подросток. Ну, какая разница? Это менструирующий, да, уже организм, уже, вот именно вы говорите, уникальность, да, причиной мастопатии до 35 лет в основной причиной является, ну, понятно, может быть, нарушение цикла базово-нестабильная работа эстрогенов-прогестеронов, ну, а факторами в основном это патология щитовидной железы, у нас неблагоприятный край, да, то есть у нас подростки, ну, то есть, в принципе, потоком у нас врачи-эндокринологи назначают профилактические препараты йода, и патология печени, а дискинезии желчеводящих пути тоже в подростковом возрасте, вы сами знаете, и гастриты, и все, то есть уговорить, мотивировать подростка питаться правильно, да, но не всегда получается даже в семье, тем более у доктора. Поэтому вот они причины. Стрессовый фактор очень большую роль играет, очень большую роль подростков не только нашего края, а, в принципе, всей страны, то есть на фоне стресса повышается гормон пролактин, да, ну, пролакт, промолоко, да, когда он в норме должен быть повышен, ну, наверное, когда мы беременные грудью кормим, но этот гормон повышается на фоне приема препаратов. Сколько подростков у нас сейчас принимает на фоне хронической стрессовой ситуации антидепрессанты? Антидепрессанты по бочным действиям является повышение пролактина, да, то есть хронические, соматические, тяжелые могут давать пролактин, но и стресс физически. А в подростковом возрасте он вообще неизбежен. Конечно, а тем более, вот я говорю, все-таки с нашим образованием, да, с вот таким каким-то вот хроническим стрессом, да, к 11 классу, и вот мы получаем повышение пролактина. Повышение пролактина – один из факторов формирования вот так называемых мастопатий. Боли, характерные боли у девочек? Это с чем связано и всегда ли это знак, что нужно идти к врачу? Ну, я думаю, что вы тут про боли говорите именно во время менструального цикла, хотя боли, любые боли в животе в любом возрасте. Девочка, девушка, женщина, в принципе, тем более, да, и бабушка должна быть консультирована к гинекологам в обязательном порядке. Да, то есть исключается там острый аппендицит, а потом уже исключается в том числе и гинекология, потому что как бы, ну, может быть, ну, это редкость очень большая, но были такие случаи, вот, допустим, у меня был врачебный ребенок 10 лет, когда периодически были боли в животе этих, хотя у девочки не было еще и полового созревания, да, в итоге произошел перекрут яичника, постепенный перекрут яичника. А боли во время менструации, может, кисты быть, перекрут, да, острый живот может быть. Но здесь мы говорим в основном о болезненных менструациях. Почему-то в народе у нас считается, что это варианты нормы, когда вырастет или выйдет замуж или родит ребенка, это пройдет. Вы знаете, это абсолютное, да, заблуждение, то есть это показание для консультации гинеколога, ну, в обязательном случае, потому что за этим диагнозом, диагноз мы гинекологи ставим, как дисменорея, прячется очень много патологий, которые не всегда имеют отношение к гинекологии. Это какие диагнозы? Да, это может быть заболевание желудочно-кишечного тракта, но оно характерно, вот если когда правильно собираешь анамнез, с пациентом выясняешь, что боли не только во время менструации, но и вне менструации, да, колющего характера, мигрирующего характера, да, потому что они живота воспринимаются только с одной гинекологией, хотя это, в принципе, три системы, да, желудочно-кишечная, мочеводелительная и половая. Вот. У подростков, во-первых, боли могут быть, конечно, но мы не говорим сейчас, как бы, недели о неинфекционных, но все равно это, если это сексуально-активный подросток, боли могут быть проявлением хронических воспалительных заболеваний матки и яичников, да, причиной которой явилась инфекция, передаваемая половым путем. Это может быть сосудистые изменения, варикозное расширение вен малого таза, в том числе, да, это какие-то диспластические проявления, то есть не просто незрелость еще в силу, да, возраста вот центральных регуляторных механизмов, да, яичниками и матки, но и какая-то другая патология. Ну, если подросток придет на жалобы, вот как раз-таки на боль, гинеколог не скажет ли, как вот принято у нас среди наших родителей, да, что, ну, пройдет. Нет, 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 ни в коем разе. Это обязательно, это должно быть. Ни в коем разе, вы знаете, это есть четкие критерия, то есть есть диагноз, когда это диагноз боль, когда не диагноз, то есть боль или дисминарея у подростков, это то, что нарушает, вот это те жалобы, которые сопровождают менструальный цикл, нарушая повседневную деятельность, да, то есть она может быть умеренная, она может быть слабая, может быть сильно выраженная, то есть слабая степень, да, дисминарея, мы, конечно, рекомендуем там какой-то вариант отвлечения или еще что-то, а средняя и тяжелая степень, ну, обследуется и при слабой степени, а средняя и тяжелая степень обязательно наблюдается и ведется динамическое наблюдение у гинеколога с выяснением, да, дифференциальная диагностика, нет ли других причин, которые могут приводить, но и, естественно, как гинекологическое заболевание, там же может эндометриоз быть, ну, там это отдельное общение, да, чтобы рассказать, что может там прятаться. А в каком возрасте подростку лучше всего идти к гинекологу? Ну, вы знаете, вот именно подростку, да, вот вообще, как мы рекомендуем там вот в 13 лет, я вот это официально, да, официально можно в 13, с 15 ежегодно, с 15 ежегодно это не оговаривается, это однозначно должно быть, это просто однозначно, потому что есть вещи, о которых подросток или даже родители не знают, да, то есть мы же, когда вот осматриваем профосмотры, там же много входит, мы не только выясняем жалобы, мы не только выясняем менструальную функцию, идет общий осмотр, да, это опять рост, вес, индекс массы тела. Мы видим, что, допустим, если девочка, дефицит или избыток массы тела, это является показанием для эндокринолога, да, и настораживает нам, потому что это один из факторов риска нарушения менструальной функции, а если менструальная функция мы не подкорректируем до 18 лет, это перейдет нарушение репродуктивной функции в гормональной, да, опять же, избыток массы тела, это может быть синдром поликистозных, это у ребенка может уже развиться сахарный диабет и другие абсолютно, абсолютно эндокринные патологии, да, также мы осматриваем и оволосение, то есть излишнее оволосение говорит о повышении мужских гормонов в организме, да, которые могут быть причиной либо опухолевого процесса, либо неопухолевого, в котором может быть виноваты либо надпочечники, либо яичники, потому что эти другие органы выделяют, вырабатывают мужские гормоны, либо центральные механизмы. То есть это очень много симптомов, которые оценивает гинеколог, в принципе, не проговаривая вслух с подростком или с родителями. Поэтому, конечно, рекомендуем, вот с 15 однозначно ежегодно, вообще, как бы, ну и вот это такое общая рекомендация с приходом первой менструации, как бы рекомендуем, чтобы мама и сам подросток, сама девочка, получили исчерпывающую информацию, что норма, что не норма, чтобы они знали, когда обращаться. Проводится ли какая-то профилактическая работа в школах, вузах, колледжах? Обязательно, обязательно. Да, вот, допустим, мы, вот я представляю Алтайский краево-клинический центр охраны материнства и детства, и у нас там существует центр охраны репродуктивного здоровья подростков. Мы работаем с колледжами. Каждый гинеколог, допустим, города Барнала, и не только города Барнала, Алтайского края, который работает с несовершеннолетними, проводит профилактические беседы, лекции, да, в школах и в вузах, да, нашего края, со студентами и со школьниками. Причем, вы знаете, я скажу от себя, информация-то нужна. Эта информация нужна, да, конечно, мы не педагоги, мы, конечно, обходим острые углы, но, по крайней мере, мы выдаем информацию, в каких случаях гинекологу, что там смотрится, развеиваем мифы, страхи, да, там, осмотры обязательно на кресле или еще что-то, и подростки на самом деле, они воспринимают, они очень хорошо потом подходят после, допустим, да, занятий или лекции, спрашивают, а где можно найти, как и что. И, вы знаете, вот я говорю, мы проводили анкетирование, и, в принципе, даже сейчас, после каждой лекции, я сама лично вижу, достаточно, количество подростков не обращаются к гинекологу, имея уже даже по возрасту 18 лет какие-то различные нарушения менструальной функции. Олеся Валентиновна, спасибо большое за беседу. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях была главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Алтайского края. Спасибо. Спасибо.